МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Дружба крепкая. Чувашия и Пензенская область подписали соглашение о сотрудничестве. Пойман с поличным. Доцент волжского филиала МАДИ признан виновным в получении взяток. С высоты птичьего полета в поле на берегу реки Цивиль появился агропортрет Андриана Николаева. Сегодня Чувашия и Пензенская область стали ближе. Конечно, количество километров между регионами осталось тоже, а вот дружеские связи стали крепче. С визитом в 58-й регион прибыла делегация региона 21-го. В ее составе была и наша съемочная группа. Чувашия и Пенза сделали большой шаг навстречу друг другу. Несколько часов назад в областном доме правительства главы двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Вообще делегация Чувашской республики прибыла в Пензу накануне. Поздним вечером гостей встречали в городском ледовом дворце «Дизель». Спортивный объект возвели недавно. Сейчас именно здесь тренируется местная молодежная дружина. Пользуясь случаем, Михаил Игнатьев пригласил хоккеистов и на открытие Чебоксарского ледового дворца. Интересовались представители нашей делегации и какие условия здесь создают для удобства зрителей. Опыт пензенцев может быть полезен. А сегодня гости из Чувашии ознакомились с работой местных предприятий. На заводе по производству деликатесов из мяса индейки чиновники наладили полезные контакты. Этот проект впечатлил и Михаил Игнатьева. На этих предприятиях сами производители производят качественную продукцию для наших потребителей. Это наше здоровье, это здоровье нации. Поэтому продукция «Инди-Лайм» Чебоксар уже продается. Появилась она в федеральных сетевых магазинах. Самая главная наша задача теперь психологически приучить людей, чтобы они питались этим здоровым, качественным питанием. От этого зависит здоровье наших детей прежде всего. Я буду принимать все меры для того, чтобы данная продукция появлялась и в детских садах, и в обсуждательных школах. В завершении деловой программы представительная делегация из Чувашии посетила и городской технопарк. Губернатор области Василий Бочкарев заметил, что оба региона могут быть полезны друг другу. Делегация Пензенской области в Чувашию намерена приехать в ближайшее время. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Из города Пенза. Новочебоксарское собрание депутатов досрочно прекратило полномочия главы администрации города «Спутник» Александра Сироткина с 12 сентября 2014 года в связи с отставкой по собственному желанию. Одновременно создается комиссия для проведения конкурса на замещение в аккаунтной должности главы Новочебоксарской городской администрации по контракту. В комиссию вошли 4 депутата Новочебоксарского собрания. Еще четырех по просьбе парламентария в городе «Спутника» должен назначить глава Чувашии. Пока проводится конкурс, исполнять обязанности будет заместитель главы администрации по социальным вопросам начальник отдела образования Марина Соловьева. К другим темам. Мы уже сообщали, что в Маринско-Посадском районе, близ деревни Шульгино, село на мель грузовое судно. Буксир, на борту которого было 850 тонн песка, уперся в магистральный газопровод в 50 метрах от берега. Буксир-энергетик «Зимцов» принадлежит открытому акционерному обществу Чебоксарский речной порт. И вчера он перевозил песок, добытый из карьеры Покровский, где ведет разработку общества с ограниченной ответственностью Нерудстром. Сам речной порт лишился своих лицензий на добычу песка в августе этого года. Вчера в районе 3.30 утра в условиях густого тумана и плохой видимости буксир-энергетик «Зимцов», принадлежащий Чебоксарскому речному порту, буксировал груз для Нерудстрома, 850 тонн песка, и отклонился от фарватера и случайно наткнулся на защитный корпус газопровода под давлением 35 атмосфер. Команда приняла решение остановиться. Это правильное решение. Хотя это решение они должны были принять ранее, когда находились на фарватере, и сообщить всем службам. При таком тумане движение, в принципе, запрещено, когда видимость абсолютно нулевая. Газопровод чудом оказался неповрежден. В результате предпринятых мер удалось ликвидировать соприкосновения и избежать очень серьезных последствий. В этом месте проходят три трубы под давлением 35 атмосфер. Пять лет назад именно это судно, энергетик «Зимцов», в этом же месте также село на мель в аналогичных условиях. Почему вчера буксир передвигался по Волге в таком густом тумане, непонятно. В ночное время, в такой сильный туман, здесь пешком ходить. Не то, что на транспорте на каком-то, тем более с таким грузом 850 тонн. Это солидно. И учитывая, вот последствия могли быть печенными. Проследованием инцидента сейчас занимаются правоохранительные органы. Хорошо хотя бы то, что никто из шести членов экипажа не пострадал. В Чебоксарах доцентр одной из кафедр МАДИ признан виновным в получении взяток по 42 эпизодам преступной деятельности. По версии следствия, доцент ВОЗского филиала МАДИ действовал через посредников. Они предлагали студентам купить контрольные работы, которые входят в обязательный учебный курс. Таким образом, преподаватель получал незаконные денежные вознаграждения за предоставление зачетов и хороших оценок. Как это происходило, хорошо видно и слышно на оперативной съемке. За год преступной деятельности преподаватель получил благодарность общей суммой свыше 149 тысяч рублей, от 42 студентов. Размер взятки за ту или иную оценку варьировался от 2,5 до почти 4 тысяч рублей и зависел от личных отношений между преподавателем и студентами, а также от их посещаемости и успеваемости. 9 сентября суд вынес решение о виновности доцента и назначил наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей. Кроме того, он на полтора года лишен права заниматься преподавательской деятельностью. Екатерина Кудряшова, Республика. Заготовки на зиму сейчас делают не только домохозяйки, но и дорожники. О том, что нужно заготовить и вообще сделать, чтобы зима для трасс-республики прошла без проблем, узнала наша съемочная группа. Это не просто куча песка, а стратегически важный объект. База хранения ПСС Ормарского ДРСУ. Если расшифровать, то Дорожно-ремонтное строительное управление хранит здесь песчано-солевую смесь. 90% песка и 10% соли. Вот он, рецепт против гололета и других дорожных проблем холодного времени года. В одном только Урмарском районе на содержание дорог требуется более 7 тысяч тонн такой смеси. На данный момент мы вывезли 708 тонн чистой соли и 3800 тонн песка. Нам еще необходимо вывезти 9200 тонн песка. Мы, Урмарское ДРСУ, обслуживаем 215,8 километров автомобильных дорог. Из них республиканского значения 44,3 километра и местного значения автомобильной дороги 171,5 километра. Сейчас подобные заготовки делают по всей республике. За одну обработку на километр дороги уходит 5-6 тонн. Специалисты говорят, смесь соли и песка, конечно, не самый современный реагент. Однако сейчас для республики это оптимальный вариант в соотношении цена-качество. К тому же, пока Волга рядом, дефицита песка не будет. Так или иначе, заготовка смеси – только один из пунктов подготовки к холодам и осадкам. Издан приказ по подготовке к зиме. Согласно этому приказу разработаны мероприятия в каждом ДРСУ. Кроме приготовления и подготовки пескобаз, идет подготовка производственных баз, гаражей, помещений для отдыха, сменного персонала, сменных водителей, механизаторов. Также идет подготовка техники, пескоразбрасыватели, роторные снегочистители, автогрейдера и так далее. В основном из всех подразделений в районе 63% техника готова. Реагенты завезены на 92%. 18% песчано-соляная смесь готовая. Сейчас в Чувашии стоит такая погода, что о предстоящих холодах думать совсем не хочется. Однако специалисты предупреждают – дорожное покрытие может начать замерзать и при плюсовых температурах. Со своей стороны дорожники для безопасности сделают, конечно, все возможное. Но о смене сезона пора подумать и водителям. Ольга Пырочкина, Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов. Республика. Картина, выполненная в новой для нашей республики техники, появилась на родине дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Андриана Николаева. Портрет легендарного земляка, выполненный в зеленых и коричневых тонах, красуется на поле близ деревни Ельниково в Мариинско-Посадском районе. Правда, чтобы оценить сходство нашему оператору Андрею Шоклеву, пришлось подняться в небо. Изображение чувашского космонавта размером 140 на 160 метров появилось в чистом поле на берегу реки Цивиль. Именно здесь много лет проходил юный Андриан Николаев, возвращаясь из школы домой. Возможно, лежа на траве, мечтал, глядя в небо. Теперь мы с неба смотрим на него. Дельтаплан с нашим оператором поднимается на высоту птичьего полета. Так портрет виден лучше всего. И правда, похож. Уникальный проект не только для Чуваши, но и для всей России. Проект агроизображения летчика-космонавта Николаева. Таких проектов в мире существует не больше десятка. Они есть в Америке, есть в Японии. Изучив опыт, мы решили, что нужно отдать дань памяти великому сыну Чуваши и реализовать этот проект. Проект, он очень технически сложный. Точность маркировки 2-3 сантиметра, потому что если мы немножко исказим, то лицо перекосит. Поддержание агропортрета в первозданном виде требует профессионализма и финансовых затрат. Кроме того, ансамбль не завершен. Помимо изображения космонавта-3, здесь планировалась прогулочная зона, цветники, велодорожки. Так что общественный фонд не закрыт, и каждый желающий может сделать свой взнос. На сайте Министерства культуры Чуваши есть раздел агроизображения летчика-космонавта Андриана Николаева. Там указаны все необходимые реквизиты. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Дети и дорога – достаточно острая тема, которая требует неусыпного внимания со стороны взрослых. Не ваши ли дети топают по проезжей части на красный сигнал светофора? Какую оценку вы поставите себе за поведение на дороге? Новый детский автогородок приходит на помощь родителям в изучении азбуки пешехода. Хорошая новость для всех любителей порулить. Теперь юные чебоксарцы могут водить авто на детской проезжей части. И это не игра в машинки. Здесь все по-взрослому. Настоящие светофоры, дорожные знаки, разметка, ну и, конечно, всем известная зебра. Эти атрибуты большой дороги появились в миниатюре на территории детского сада номер 112. Сегодня состоялось открытие единственного в городе детского автомобильного городка. Детский сад номер 112 регулярно участвует в республиканском конкурсе «Светофорик» и побеждает. Результат этой работы – детская дорога, в которую превратилась вся территория садика. Подарок Министерству образования и администрации столицы Чувашии. У нас настоящие светофоры. Дети знают все цвета этого светофора, знают, на какой цвет переходить. У нас имеются замечательные умные знаки на всей территории. И родители, и дети идут в детский сад и повторяют, изучают. И, надеюсь, это им навсегда в жизни пригодится. Очень рады, что организовали такую площадку игровую для детей. Мы считаем, что минимум дети все равно должны знать о правилах поведения себя на дорогах. Теперь дошколятам будет проще и интереснее изучать правила дорожного движения. Как нужно переходить дорогу, где находятся остановки общественного транспорта, что нужно знать о дорожной зебре и лежачем полицейском. В общем, все основные законы дороги, которые дети будут применять на практике. А это, как надеются стражи порядка, позволит сформировать у них с самого раннего возраста навыки безопасного поведения на дороге. В планах строительства городков у нас по городу есть. Но когда это будет, в принципе, будет определять время. Сейчас дети не просто знают правила светофора, но и могут рассказать его всем желающим. Да еще и в стихотворной форме. Красный свет нам скажут нет, сдержанно и строго. Желтый свет дает совет, подождать немного. А зеленый свет горит, проходите, говорит. Теперь мы знаем, как проходить зеленый свет. Теперь уже юные пешеходы сами подсказывают своим родителям, как нужно переходить проезжую часть, за что автогородку отдельное спасибо. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Все меньше времени остается до начала форума России «Спортивная держава». Подготовка к нему идет полным ходом. Сегодня в торгово-промышленной палате собрались выдающиеся спортсмены Республики. Там их ожидала фотосессия. Легкоатлеты, самбисты, биатлонисты, ходоки и представители других видов спорта через несколько недель появятся на баннерах, посвященных Международному спортивному форуму. Без внимания объективов не остался никто. Полный рост сфотографировали каждого атлета. А их оказалось немало, ведь Чувашия славится своими спортивными победами. Теперь осталось доказать, что проведение Международного форума нам также по силам. Это большая честь для нашей республики. Все-таки мы в прошлом году стали самым спортивным городом России. Ну, конечно, работы очень много, но я думаю, что мы проведем на достойном уровне. Завершается реконструкция 10-километрового участка федеральной дороги М7 в Чувашской Республике. Согласно срокам, закончить строительные работы подрядная организация должна была в октябре следующего года. Но заказчик, Купородор Волга, сообщил, с работой управятся ко дню работников дорожного хозяйства 19 октября 2014 года. Как строители смогли настолько опередить график? Узнаете из нашего сюжета. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. 10,5 километров дороги, 5 километров двухуровневой развязки с путепроводом, два надземных пешеходных перехода. Все это меньше, чем за три года работы. Достичь таких результатов удалось благодаря использованию инновационных технологий. Например, избавиться от главной проблемы дорог, воды, помогут тренажные системы для водоотвода из пластиковых труб. Прочные и удобные для монтажа пешеходные переходы, сделанные из стекловолокна и пластика. Но самое главное, вся дорожная техника оснащена специальной 3D-системой. С помощью спутниковых сигналов ГЛОНАСС мастер может на месте проверить, сколько ему материала нужно досыпать и как его распределить. Допустим, ставится на экскаватор прибор, и он уже, у него ковш, не будет исполнять то, что ему задали в программе. Он создаст уклон такой, который в проекте, который задали ему. Не нужно лишних движений. Допустим, без системы 3D, допустим, нужно сделать пять раз и после этого проверять. А он сделает за один-два движения ковша. Дорога, по которой ежедневно передвигаются десятки тысяч большегрузных автомобилей, должна обладать улучшенными свойствами. Если раньше федеральные трассы проектировались под нагрузку на ось машины 6 тонн, сегодня этого недостаточно. В том числе увеличилась интенсивность движения до 45-50 тысяч машин в сутки. Требования возросли, поэтому ведется строительство дороги первой Б-категории. Две полосы движения в каждую сторону с разделительной полосой и барьерным ограждением. Сегодня, проехав по всему участку, я посмотрел, практически работы подходят к концу. Сейчас идет обустройство откосов, засев трав, грубо говоря, наводят марафет. В основном земполотно уже полностью закончено. Показатели по ровности, по толщинам слоев, они все нами проверены. Лаборатории испытаны и везде получены положительные заключения. Но, конечно же, главными судьями в деле о качестве дорог выступают сами автомобилисты. Дорога очень хорошая, удобная, прикольная, развязочка хорошая. Очень ловко по ней ехать и удобно развернуться там или выехать в любом направлении. Когда-то аварийный перекресток станет безопасным благодаря двухуровневой развязке. Четыре полосы практически исключат заторы и пробки на подъезде к городу Чебоксары. Автомобилисты надеются, что федеральные магистрали станут примером для дорог регионального и местного назначения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова